Что мы делаем? Маленький мячик, я видела. Ну ладно, значит, будем без мяча, будем с моими руками. Не, давай мяч. Давай что-нибудь подложи. Может, не мяч? А там нету за шарами? А, точно, он спрятался совсем на уголок, я его и не заметила. С мячом труднее. Что-что? С мячом труднее. С мячом, да, труднее. Поэтому ты делаешь с мячом, остальные могут делать просто складывать. Значит, что делаем? Укладываем две прямые руки, одну ладошку на другую и на пол впереди себя. На руки минимально нагружаем. Руки минимально нагружаем. Максимально стараемся подняться мышцами спины, оторвать грудной отделок пола. В этом положении ваш живот и ваш таз будут прижиматься в пол. То есть, вы будете отрывать голову, грудь и возвращать голову, грудь в исходное положение. Еще такой момент, когда вы будете отрывать голову, нос у вас смотрит вниз. То есть, голова вот так вот, подними голову чуть выше, вот так не запрокидывается. Голова это у нас продолжение позвоночника. Мы их усложняем для Димы. То есть, берем мяч, укладываем руки. Одна, вторая. Я их держу. Мяч фиксирован. И из этого положения... Дим, нормально? Да. Плечам не больно? Нет. Хорошо. Работаем. Грудной отдел. Отрываем голову и возвращаем. Два. Три. Четыре. Пять. Стараемся не руками отталкиваться, а подниматься грудью и спиной. Семь. Восемь. Девять. Пять. И десять. Хорошо. Я хочу сказать спасибо, что у меня вообще отрывается. У меня не отрывалось раньше. У меня грудь не отрывалась раньше. А сейчас отрывается. Акцент и очень сильно жест поясница. Ты никогда не сказала, что не на руки, потому что перешел в какой-то момент на руки напряжение, а именно на спину. Ты прям поменял, ну вот прям по-другому видно мне даже через майку было напряжение спины. Сейчас секунду выключу будильник. Так. Следующее упражнение. Руки в стороны. А возьмите, или не надо мне? Для гантелей? Ну не гантели, а там такие, которые типа мини-мини брусья какие-то. Нет, это ты будешь на них опору делать. А вот если я тебе подложу гантели, о чем я вот подумала, то ты тогда не будешь так сильно на них опираться. Потому что ты будешь работать или предплечьем на них можешь опираться, или... Смотрите, берем или предплечье, или кисть, но не схватываешь, а именно просто укладываешь, чтобы ты мог на них... То же самое, да? Да, то же самое. Руки. Значит, смотрите, что получается. Руки ровные или чуть-чуть присогнутые? Совсем-совсем слегка присогнутые, но плечо почти локоть и кисть. Вот от плеча до кисти линия. Тоже от плеча до кисти линия. И то же самое. Вот эту вот часть отрываем и возвращаемся. Да, лучше предплечье положи, чтобы не... Ага, раз. Супер. Два. Смотрите, голова продолжение позвоночника. Мышцы спины напрягаются. Да? Причем они напрягаются вплоть до таза. Через паузу делаем, чтобы был отдых, собрался, вытолкнулся. Расслабился, опять собрался, вытолкнулся. Если тяжело, а это тяжело, то делаем через паузу. Очень тяжело. Я вам хочу сказать, сильно не вопрешься на руки, потому что вламывают локти. Поэтому нужно работать с темой. Обязательно. Нужно работать спиной. Значит, смотрите. Дима уже научился отрываться. На начальном этапе, когда вы будете делать эти упражнения, вероятность того, что вы оторветесь грудным отделом от поверхности, очень-очень низкая. Но ваша задача представлять, что вы отрываетесь и напрягать нужные мышцы на спине. Если вы чувствуете там напряжение, как будто у вас между собой сходятся лопатки. Между лопаток чувство напряжения комочка, жжение, тепла. Это правильно выполненное упражнение. Нужно таз еще вдавливать. Да. Таз вдавливаете вниз, а плечи вверх. А плечи. Тогда будут включаться правильные мышцы. Правильные мышцы, да. То есть, вы максимально напрягаете мышцы. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова